Белая птица в Новом Уренгое. Центр развития ребенка Мальвина стал дипломантом в номинации за лучший проект в области здорового образа жизни премии общества Газпром Трансгаз Югорск. Центр Мальвина получил второе место за программу, направленную на развитие физических способностей детей. О победных результатах специалисты центра рассказали Марине Кашмак. Шана, вашу вас? Пропагандируя здоровый образ жизни, общество Газпром Трансгаз Югорск учредило премию «Белая птица». В этом году на премию претендовало более 90 проектов из двух автономных округов. Работа Центра развития ребенка Мальвина не осталась незамеченной. Она стала дипломантом в номинации за лучший проект в области здорового образа жизни. Жюри отметила проект под названием «Совершенствование физической подготовленности детей 5-7 лет в условиях Крайнего Севера». Очень радует, что у нас тоже хорошие результаты в этом конкурсе. Ведь пришлось, скажем так, сражаться, можно так сказать, наряду с такими большими организациями, которые также принимают участие в этом конкурсе, спортивными школами и даже профессиональными спортсменами. Специалисты Центра уже четвертый год работают по этому проекту. Инновационный подход к проблеме здоровья дошкольников – это индивидуальная работа с детьми, привлечение родителей и партнерская образовательная деятельность педагога с дошкольниками. Специально разработанные занятия, где физическая нагрузка сочетается с игрой, отдыхом, упражнениями и общением. «Главная цель, которая преследует проект, от реализации проекта, это подготовка ребенка к условиям жизни в школе и дальнейшей жизни. Подготовка именно в физическом плане, в плане его здоровья. Авторами проекта разработано содержание, которое было соединено с характеристиками биологических ритмов Крайнего Севера». Занятия физической культуры, гимнастика, прогулки, беседы, знакомства с разными видами спорта, закаливания, упражнения на ловкость и координацию движения. Вот формула детского здоровья от Центра Мальвина. Редкие простуды и более высокий уровень физического развития – один из показателей работы проекта. «Раз, два, три. Молодцы. Следующее упражнение. Ноги столько раздавили. Руки опущены вдоль куловища. Упражнение начали. Раз». Многие воспитанники Центра добиваются высоких результатов на городских соревнованиях и спартакиадах. Как говорят сотрудники Центра, если ребенок физически развит, то он успешен в дальнейшей жизни. Марина Кошмак, Роман Чернов, Служба новостей «Импульс». Корректор А.Егорова